Почему в этом году мы не едем в Голубицку? О, да, здесь оползни видно. Посмотрите, сколько любителей дикого отдыха на машинах, с домами на колесах, с палатками. На Азовском море нашествие медуз. Огромные корнироты запланили пляжи. Кукурузка на пляже – вечная классика. Ну что, я готова узнать температуру воды. Вот здесь такие самообрушающиеся берега. Первая опасность на Азовском море – это наткнуться на пляж вот на такой вот морской орех. Всем привет! Летняя жара у нас продолжается. Здесь выбор невелик на самом деле. Либо ты сидишь дома под кондиционером, потому что на улице находиться невозможно, либо едешь на море. Решили выбрать сегодня поездку на море, но, как всегда, едем уже не одни, а в компании наших собачек нам в тот раз очень понравилась эта поездка на дикие пляжи. И вам тоже понравилось. Так что, если вновь хотите поехать с нами, зарядиться классным настроением, то погнали! Мишечка, ты хочешь на море? Конечно, хочет девочка на море, очень хочет эта девочка. И сейчас я вам покажу, какая температура. Сейчас каждый день держится она где-то, ну, 35 градусов в тени. Даже 36 сегодня. Сама прыгает. Ну-ка, сюда пошла, садись здесь сидеть. Сидеть. Уже всё. Понравилось путешествовать ей просто очень. Сейчас ещё Мишку пригласим. Мишка, пойдёшь? Мишка, не чахни. Мишка сама не запрыгнула, пришлось её садить. Малыша, здесь сидишь. Опять начинается, опять начинается делюшка. Она не хочет, чтобы убрали с собой. Субтитры сделал DimaTorzok Сделали первую остановку в Сеном. Родители ушли в магазин, и я здесь вот сижу с собаками в машине, их жду. И знаете, у меня вот сейчас такое ощущение, будто бы я расплавлюсь, как мороженое. Надеюсь, конечно, что на Боре настолько жарко не будет. Какой-то вот чересчур нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Остановились сейчас на въезде в Кучугуры. По хорошей традиции покупаем персики в персиковых садах. Сейчас подойду, покажу вам, какие цены. Люди останавливаются, покупают. В этом году у нас нет своих персиков, поэтому по 70 рублей. А это, наверное, нектарины. А сейчас мы же подкидываем. Вот эти персики. Эти персики возьмем. Да, давайте. Уже продают дыни, арбузы. Мы приехали за территорию Кучугу. Точнее, мы на окраине. Здесь находятся участки, которые продаются. Мы здесь никогда не были, поэтому для нас впервые это место. О-о-о-о, да, здесь оползни видно. Бывают оползни, потому что посмотрите, что здесь вообще. Эта земля вообще легко может уйти. И первые участки, видите, вот где столбы, и все начинается вот здесь. Все распродано. Вот они, дикие пляжи Кучугуры. Никого нет, в основном, все там, на центральном пляже. Значит, там где-нибудь. Получается, у нас в эту сторону Кучугур. И очень-очень высоко. Мы решили проехать чуть дальше. Дальше здесь такая полянка, где люди оставляют машину. Правда, здесь как бы немножко грязно. Ну, как сказать, немножко, множко. Такой вот есть спуск. И сейчас я вам покажу, что там. Вы точно удивитесь. Как удивилась я. А там, друзья, посмотрите, сколько любителей дикого отдыха на машинах, с домами, на колесах, с палатками. Вот это да. Но мы будем спускаться и уходить дальше, потому что у нас животные. И чтоб ни мы никому не мешали, ни нам никто не мешал. Для нас сегодня это новое место. Хороший, ты даже расчистить на место. Да, мне такое ощущение, что здесь проезжали каким-нибудь грейдером. Ну, ладно, мы так даем пешком. Ну, здесь видно, что люди просто не на день приезжают. Да, не на один день приезжают. На много ночей. Можно подальше отойти. Песок-то горячий. Так тени он прохладно. Так он вообще кипяток. На степени такие большую силу бегут. Песок очень горячий. Я прям скорее бегу к морю. Здравствуй, Азовское море. Ох, как классно похладимся сейчас. Потому что честно упарились. Водичка прям очень теплая. Такая классная, комфортная. И главное, знаете что? Она прозрачная. И даже если будут медузы, а они будут и они есть, их можно будет увидеть. Потому что когда море не чистое, этих медуз незаметно. Отвечаю на вопрос, почему в этом году мы не едем в Голубицку, в Чугуры, почему мы не показываем цены на рынках. Потому что мы хотим купаться на диких пляжах, где никого нет. И показывать это вам. Чтобы вы знали, что есть альтернативный способ для отдыха. Чтобы те люди, которые хотят уединения с природой, смогли найти такие пляжи. Потому что очень часто были такие вопросы. Ксюша, скажи, где дикие пляжи в вашем Темрюкском районе? Показываю. И как вы думаете, сколько нужно пройти метров, чтобы на Азовском море была глубина? Вот. Я уже приличное количество метров отошла от берега, но мне только по пояс. Ой, как классно, друзья. Просто кайф. Такое наслаждение. В жару наконец-то окунуться. Солиться в бесконечном вечном. С морем. И просто посмотрите, насколько здесь обрывистые в кучугурах берега. Единственное место, где эти берега не настолько обрывистые, это справа от центрального пляжа. Там, ну, наверное, в пару кварталах, там более такой пологий заход к морю. Но в остальном же вот здесь такие самообрушающиеся берега. И Азов этим славится. И вода просто парное молоко. Вот такой у нас здесь стол. Вкусности тем, самые персики и нектарины, которые мы купили. Еще у нас, мам, покажи, что у нас здесь. Вау, вареная кукуруза. Класс. Будем сейчас кушать. А еще, да, свои помидорки и свои огурчики. Мачкам тоже полагается еда. Будет она такой есть, что ли, у тебя сейчас? О, жадина. Я сейчас разломила так большой кусочек. Жадина. Малыш, давай разломлю. Я не ем, но никому не дам. Ну, зароет. Первое я хочу попробовать персик. Выши, иди сюда. Иди сюда. Ну, сладкий. Да? Кукурузка на пляже вечная классика. Вечеру люди прибывают. Вода, конечно, просто парное молоко. Одно удовольствие купаться. Мы покупались, не знаю, полчаса, наверное, просто не выходя из воды. Классно. На Азовском море Медуза всегда становится объектом внимания, потому что люди подходят к ним, берут телефон и снимают, фотографируют, публикуют эти фотографии в интернет. И тем самым разлетаются новости, что на Азовском море нашествие Медуз огромные корнироты заполонили пляжи. Вот такие вот огромные корнироты на Азове бывают. Сейчас еще пойду с Мишкой купаться. Ну что, собаки-медведи, пойдемте охлаждаться. Конечно же, Мишка пойдет со мной купаться. в жару я не позволю собачкам париться. Малыша сама поплыла. Ой, ты моя хорошая малышечка. Ой, ты молодец. Малыша сама. Сама. Это что такое? Чтоб вы понимали, малыша никогда ко мне сама не подходит. А тут она поплыла. это что такое, малыша? Малышечка. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь на глубине вообще нет медуз, их всех прибивает к берегу, и ты купаешься с наслаждением. Вода, знаете, такая чистая-чистая, прозрачная-прозрачная. Ныряю, глаза открываю, всё видно. Конечно, здесь на дне не на что смотреть, потому что песок один, даже ракушек нет. Но всё равно, класс, повезло нам сегодня с погодой. Мы сейчас плаваем так забавно, что собаки на берегу смотрят, следят за нами, а мы следим за ними, потому что людей стало много, все как-то, не знаю, почему-то здесь около входа ютятся. Здесь почему-то никто не купается, вот, и собаки, получается, они же смотрят на нас, вот, и люди вокруг постоянно ходят. Поэтому иногда они подлаивают. Ну а что, они охраняют своё место, наши вещи, поэтому собака должна охранять. Но мы всё равно следим, потому что и дети есть чужие, что никто не подходил, не трогал, потому что собака есть собака. Мы для этого и приехали на дикий пляж, чтобы можно было спокойно купаться с собаками, отдыхать. А в итоге, ну, всё больше и больше прибывает к народу. Знаменитый пляж достаточно. А я, как и обещала, иду мерить температуру в Азовском море с помощью моего термометра. Зайду чуть-чуть подальше, потому что у берега вода прям совсем-совсем тёплая. Ну что, я готова узнать температуру воды. До 27 градусов прогрелась вода в Азовском море. Однозначно лайк. А вот у берега даже 28 градусов. Первая опасность на Азовском море – это наткнуться на пляж вот на такой вот морской орех. Посмотрите, какие у него колючки. И если вы встанете ногой, то это будет очень больно. Очень острые. И они встречаются везде, на диких пляжах. Так что будьте аккуратны. Если ходите по пляжу, обязательно смотрите под ноги. Потому что, ну, не хотелось бы никому, я думаю, натыкаться на вот такой вот морской орех. Сейчас начинаю как кукурузу плачутся. Вот так. Пляжу. 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 Ну что, наш сегодняшний отдых на диких пляжах на Азовском море подходит к концу. И день тоже подходит к концу. Мы будем уезжать уже вечером, когда закат. Очень нам сегодня здесь понравилось. Особенно с собаками весело. И новое место увидели, и вам показали. Так что уже несколько знаем диких мест, куда можно постоянно приезжать. И даже с палатками будет комфортно. Потому что есть тенек, люди ставят машины и там палатки в тени. И видно, что живут не в один день, а неделями даже, возможно. И уходить можно далеко-далеко, потому что дикие пляжи тянутся на бесконечности. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И мы с вами увидимся в следующих видео. Не забывайте писать комментарии. Это сейчас очень важно. Поддержите ваших любимых блогеров, поддержите меня. Можете написать любой комментарий, поставить лайки, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Пока-пока. Мишулечка. Мишелька. Ой, хорошая девочка. Ой, какая. Понравилась тебе сегодня здесь? Понравилась, конечно, понравилась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!